Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, уважаемые коллеги. До конца года остается месяц. За это время необходимо обеспечить безусловное выполнение и реализацию намеченных планов по всем направлениям деятельности вооруженных сил, уточнить задачи на предстоящий год. 1 декабря начался зимний период обучения войск. Главное усилие требуется направить на повышение индивидуальных показателей воевой подготовке военнослужащих. Особое внимание следует уделить мероприятиям межвидового взаимодействия, отработке тактических задач и эффективного применения современного вооружения и военной техники. В обязательном порядке необходимо учитывать опыт ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Переходим к тематической части совещания. Сегодня на повестке дня три вопроса. Вначале обсудим, как Акционерное общество «Красмаш» осуществляет модернизацию технологических линий, чтобы обеспечить выполнение гособоронзаказа в рамках федеральной целевой программы развития ОПК на 2011-2020 годы. На Акционерном обществе «Красмаш» были проведены работы по реконструкции и переоснащению парка промышленного оборудования. Сегодня рассмотрим, что уже удалось и что предстоит сделать в этом направлении. Второй вопрос совещания касается выполнения гособоронзаказа предприятиями Объединенной судостроительной корпорации. На сегодняшний день УСК – это основной исполнитель заданий гособоронзаказа 2016 года в части ремонта, модернизации, сервисного обслуживания и строительства кораблей и судов. Иными словами, от эффективности работы предприятий, корпораций напрямую зависит боевой потенциал военно-морского флота. В этой связи хочу подчеркнуть, все без исключения, контрактные обязательства УСК должны строго соблюдаться. Об этом шла речь на недавних совещаниях в Сочи, где представители ОПК докладывали о состоянии дел Верховного Главнокомандующего. Предлагаю сегодня обсудить, как реализуются принятые решения, а также оценить показатели, с которыми ОСК завершает год. Третий тематический вопрос связан с созданием инфраструктуры 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа и 55-й отдельной мотострелковой горной бригады Центрального военного округа. Хочу отметить, что со вчерашнего дня 150-я мотострелковая дивизия приступила к выполнению задач по защите рубежей на юге страны. Благодаря новым строительным технологиям сжатые сроки возведен первый военный городок соединения. Теперь, что касается размещения 55-й отдельной мотострелковой горной бригады Центрального военного округа. В текущем году, в соответствии с утвержденными графиками, предусмотрено завершение строительства 19 первоочередных объектов. Полный комплекс мероприятий по обустройству военного городка бригады будет завершен до конца августа 2017 года. На сегодняшнем совещании обсудим, как решаются вопросы совершенствования инфраструктуры дивизии и бригады. Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, отмечу, что в ноябре в парке «Патриот» прошел учебно-методический сбор военного образования на службе Отечества. В ходе этого важного мероприятия были выработаны единые подходы к оперативному внедрению в учебный процесс боевого опыта, полученного воздушно-космическими силами и военно-морским флотом в Сирии, а также к реализации современных технологий обучения. По итогам пленарного заседания принята декларация, в которой определены основные направления развития военного образования и подготовки кадров до 2020 года. Благодарю представителей средств массовой информации.